Так идет то ли снег, то ли дождь. Два мангала, самодельная печка из кастрюли. А вот это на сколько литров получается у нас? Чистый я запахнул. Вот наш шеф-повар. Мы сейчас полоснем. Представишься? Я Магомед. Сегодня будем готовить плов, шурку и картошку печеную. Как раз три казана, да? А, да. И пытаемся это в одно время подуспечь, чтобы они успели в одно время подойти, да? Да, подавать в одно время. То есть они прям все три будут готовиться одновременно? Какой-то из них дольше будет вариться, какая-то из них скорее запечется. Скорее картошка. А, ну то есть тут будет картошка, да? Картошка, да. Вот на самом большом сделаем суп. Суп шурпа называется. О, прям от души, душевный. Шурпу сделаем на этом большом. А шурпа, если он больше варится, он вкуснее. Лишь бы картошку последнюю лучше бросать, чтобы он не заварился и... Ну, это мы уже, это мы все в процессе, думаю, увидим тогда. В процессе еще разнесемся, да. Ну, первым делом, наверное, нужно будет что-то воды найти. В первую очередь надо их все ополоснуть. Ополоснуть. То есть подготовить, да? Да, теплую воду все ополоснем еще раз. Они все чистые, но все равно, ну, какая-то пилинка или соринка, чтобы все это было улетучим. Ну, ладно, я не буду отвлекать пока тогда, чтобы это, потому что все-таки тоже по времени и не буду мешаться сейчас. Да, готовится, да, готовится, готовится, и потом начнем. Да. Так, вы, наверное, уже слышите, отсюда пошло озорное шкварчание. Ну, все, аромат пошел уже. Уже можно дегустировать. Ха-ха-ха. Пока староваться. Вот кот пришел дегустировать. Ход уже встречал нас тут. Это какое мясо? Это барамина. Это плов будет здесь. К нам лук привезли. Ну, погодка, да, только единственный ветер сильный, конечно. Диск обжариваем, убираем, потому что сейчас тут все на ребре тут жарить. Они ароматы отдали свои, да? Да, они полу готовность, они сок отдали. То, что нам нужно. Мясо у нас чуть больше, но кости удалим. Останется у нас одни мясо без костей. Бараньи ребра. Бараньи ребра. Бараньи ребра. Ммм. 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 М поиску. Майка. Мм. Мампу. Огонь сильный Печка нас не подвел Жар он хорошо дает Она уже была испробована То есть она не в первый раз Кстати, у меня в деревне тоже такие жбаны есть Можно будет придумать Да Вот смотрю в ножках, он нормально держит Красоты Жар он дает славно со всех сторон У него вот это ширше, нежели вот это Снизу поддувал тоже ширше То есть они сейчас потом будут ребра тоже выниматься и отделяться или нет? Вниматься, да, будем Но потом мы их в одно и будем взрывак варить Дольше Крышу закроем на медленном огне И потом кости отделятся от мяса Кости мы уберем сразу Чтобы потом они срисим Угу, не попадались Да, не попадались и не мешались Кости они чуть-чуть сантиметром Так сказать Шлицать Двадцать пять-тридцать Угу Да, вот кости сами отделяются Вот один уже отлетел Да Ну В процессе варенья, тушения, да Когда мы будем тушить Вот тогда вот Во время тушения они сами отлетают Только выбирать надо будет Остается одно мясо, а кости мы уберем А сейчас еще Сейчас поближе сделаем Так У нас получается два алюминиевых казана Один чугунный Лук Лук Морковь Перец Болгарский Прожарить Ну не даст Да, то есть все равномерно Прожарить Лук Морковь Перец Вынимаем мясо оттуда Не мешался Я вот так Свои комментарии добавляю Потому что Вот Лук уже подготовлен Учеред Дошел до лука До огня У нас чуть стих И равномерно будем Ожаривать Золотистые Постоянные Лука Ну Огонь так и должно быть готово А уже Перец Все К нему добавляться будет К луку Да, да Уже попозже А до лука подойдет, нет? Золотиться, да А, ну как золотиться Сразу Морковь Красота, как говорится Искусство А вот Наш кот уже нашел тот вкус Да, да Вот Кто уже живет Ну ему хочется Ну можем еще чуть-чуть Они тут Такие Ну пускай Кость Не жри Вот Видите Все О, взял и убежал Убежал Хитрый какой, а Чтобы не мешаться под луку Правильное дело есть О, лук уже Начал золотиться Мы вот с краюшку Бросаем в центр Потому что Край вот ближе к стенку Подгорать, да Будет Морковь Тут Морковь у нас тут много Казанчик уже Мы постраховались И шинковали Очень много Сейчас по процессу Видно будет Чтобы Место Чтобы оставался И на мясу И на рис Поэтому У нас Довольно Вот это Вполне Нормально Ну сейчас Как он улажится Если место останется А то я так вот Недавно щи варил Взял кастрюльку А в итоге В другую пришлось Это все Доваривать уже В более большой Да А вроде немного Ну как Вроде раз Одно за другим Да Бывает и такое Всякое бывает Потому что На всю зиму Давно уже не готовил Да Ну в основном уже Летом готовим На природе Так сейчас потеплело И начали готовить Вот на природе Поэтому Слажновато угадать По пропорциям Я еще Колебался Делать на большом И решил на маленьком Потому что Плов Пускай будет посытнее Но этот супчик Чтоб бульончиком Было бы побольше А тело бы побольше Поэтому На большом Суп Шурку Сварим А на малом Плов Плов И картофель В процессе Нам будет Там будет Томатная паста Томатная паста Все есть Томатная паста Ну вот такой вот процесс Пока Очень интересно Где-то вот Три ложечки Ну вот у нас Примерно так и вышло Три ложечки И не более Ну это просто Томатная паста Это на свет И на вкус Чтоб кислик И на яркий Красный Это обычная Томатная паста Да то есть Обычная Томатная паста Но чем гуще И ярче И качественно Тем лучше На медленном огне Чтобы у нас Ничего не подгорало Пока у нас Морковь чуть-чуть Уложится Морковь должен быть На треть Ну то есть Сколько плова Допустим Три проц... Как сказать Тридцать процентов Одна треть Как бы моркови Да Одна треть Морковь Одна треть Уже Она красивая Да Уже Сочная такая Прям У нас Дитон дает И запах Уносит туда У нас чуть-чуть ветра Да Кстати приносим извинения За ветер Если мало ли В микрофон будет дуть Поддувать Но это уже природа От нас независимая А этого он прибежал Мясо уже съела Еще наверное Просит Да Баранина Вкусная На вкус И Кошку тоже Очень Аппетитно Пришлось По душе По душе Пришлось Аппетит разыгрался Если что В процессе Мы еще накормим его Мелко шинкованную Болгарский перец Красный Специально красный Чтобы И морковь красная И томатная паста Красная И это красная Чтобы цвет у нас был Я так красный Ну насколько Насколько получится Уже добавили воды Воды добавили Ну Ветер Не дает Да Да С этим Сейчас мы с краешку Будем туда Опускать Наше мясо Будет он тушиться Все вместе Или то пока не нанесет Вместе Сейчас я тоже высыплю Сначала это сейчас на дно Улажим Да С боковин Мы опускаем А сверху Накрывается Сам по себе Накрывается С морковью Ну Казань-то у нас Полсферный Поэтому получается Так удобненько Да и ветер Ветер вообще Ухудшилось Вон Дерево Аж сносит Главное чтобы На микрофон Не сильно влияло Но Огонь у нас вроде бы Защищен Пока все нормально Да Сейчас сыпем Ситуация под контролем Еще Мяска Плов будет у нас мясной Обильно мясной С бараниной А я даже мне кажется ни разу не пробовал С бараниной плов Вот так вот чтобы Приготовленный Не где-то в кафе там поесть А вот именно В таких Природных условиях Природных условиях Да и чтобы Видеть как он готовился С бараниной Это будет дебют Скорей надеемся На хороший На хороший результат На хороший результат Я думаю будет супер Бросать соль Соль Сначала сейчас возьму Да и на глаз Соль Где-то ложка Насыплю где-то Примерно ложка Ложек Да Там уже наверно Гласт наметан Да уже все На автоматизме Ну это у нас мало Мы еще доведем На это Положим Натрасаем Приправы Молотые Зыра Приправы Приправчик Где-то вот Ложки мы туда Зыра Зыра Мы прибавляем Ложку Молотые На блендере Ну где-то вот Полтора Это сами делали Да? Да Просто Как ее надо делать Просто надо Отсушить хорошенько Но дожарить В микроволновке Нормально Чтобы не перегорело Так Примерно На плавном Как сказать На плавном этих Температуре И потом сушить Оставить ее Там испарение Испариться И потом Можно будет На кофемолке Или же на блендере Перемолоть Поэтому Мы будем еще Использовать Ашурпу Казанок Этот у нас Думаю Вот столько Нам хватит Чтобы не совсем Жирный был Ашурпу Приправим Что пускай Будет побогаче Все у нас Теперь Все есть А Во Рассеялся Рассеялся Да Опять накрывается Процесс тушения Да Процесс тушения Ну Ковырять Размешивать не будем Чтобы Не превратился В кашу Однородную И что Было дело Такое Под Новый год Готовил плов И Такое Мороз Стояло 20 На 20 Чем-то Оттуда Идет Дым Турбой Целиком Пар идет Ничего не видно И Готовил Я Можно сказать Наслепую Наслепую Ну это уже как магистр Как эти глаза завязывали Там рыбу ловил Начал Начал Надо довести Надо довести А я Бросаю как полагается Как раньше Да Как бы наугад Как обычно По приборам Да Бросаю На ощупь Все вот так Размешиваю Беру ложечку Пробую На соль На вкус И опять Смотрю готовность И все проверяю Вот отсюда Беру И вот Отдаляю Чтобы посмотреть Что там у меня И Получился Как обычно Но здесь Еще вкуснее даже Вкуснее Да Вкуснее Потому что это зима Перед Новым годом А процесс Те же Но условия Чуть не то Холод есть Все высказывается Насчет этого Получился у нас Нормальный плов Ну А тут ждем Сейчас когда масло Начнет Раскалиться А я так налил Тогда Ждал 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 Прихожу У меня пламя такое Я забыл Бывает И все испоганил Эту в утятнице Я готовил В это время Воду вылить Чтобы гасить водой Нельзя Я гасил водой У меня искры там пошли Такие У меня есть такое видео Я потом так и не смог Эту утятницу оттереть Какая-то часть пожаров Вот от этого Вот такие дела Ладно Пока у нас тут процессы Тушения И ожидания Говяжьи ребрышки От дыма Оп Озорно Заскварчали Масло Было Закалено Нормально Закалено Нормально Закалено 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 В хорошем Закалено 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 В масле Наоборот Он быстро набирается Уже вкусно Да? Уже можно есть Кладем томатную пасту, ложек два, обильно берем. Ложек у меня не совсем большой, поэтому чуть больше беру. Высота, видите, держится хорошо. Да, как пластилин. Да. А это что за паста такая, китайская какая-то, да? Не, не китайская, на арабском надписях иранская скорее. Вкусно, вкусно. Не с этого года. Насклочню. Смотрим сейчас. Если многовато, с ним не будем туда вываливать. А как вот определить, вот сейчас допустим, или сейчас никак не определить? Ну, сейчас определимся, но не должно быть больше, чем мясо. Хотя бы на крайняк один к одному, но не больше. Ну и так уже вот за свою жизнь, ты считай уже сколько раз шурпу эту готовишь? В какой раз? Не считать. Год. Сейчас по телефону, да, там рецепт смотрю и делаю. Ты пока отворачиваешься с камерой? Ага. Ну, в год приходится неделю два или три раза вот. Ну, то есть уже все до автоматизма, грубо говоря. Ну, уже вкусно. Вот уже, я бы сейчас, наверное, даже приступил бы к еде, если бы мне позволили. Запах обалденный. Запах вообще не передать. В горсток я туда вываливаю. В горсток. Запах просто супер. Невозможно находиться рядом. Представляете, чего это стоит находиться тут рядом? Да, хороший, зажаренный с говядиной, с лучком, с морковью, на природе с огольком, с дымком, это обалденно. Ну, ни с чем не сравнится. Все, все идет, как говорится, на высоком профессиональном уровне. Ополаскиваю я эту шумовку. Мы еще туда еще вот добавим. Пойдем за водой. Сейчас туда бросаем крупнорезанный сладкий перец красный, желтый. Ну, в принципе, пока я отлучался, что тут произошло? Добавили воды, да, и посолили. И посолили по вкусу. Солим осторожно, потому что еще можно туда, если, как сказать, соль добавить можно в любом времени. А если пересолить, то тяжело будет ее отбить. И да, уже не исправишь, как говорится. Тут можно, но сложно. Ну, даже правило, да, есть такое, лучше не досолить, чем пересолить. Чем пересолить, лучше не бездить. Лучше не бездить. Лучше не бездить. Вот такие вот вам заметочки. Специально бросаем перец, еще не кипевший в воду, потому что перец у нас сладкий. Очень спелый, мягкий, так скажем, чтобы он не растворился в этом бульоне. Чтобы он, ну, то есть, держал форму хотя бы. Он дает вкус. И вся красота, если он будет держать форму, а не уйдет, как... Там уже, вон, зелень, я смотрю, подготавливается, да? Да, как вскипятится. Мы прибавим туда зелень и лук еще орешатый. Пока закроем, чтобы он скипел. Температура там повысилась. Да, повысилась температура. Набросаем дровишек. Все нормально, пока все идет отлично. Зелень, как у нас заварился. Кипит. Это у нас укроп, да? Да. Вот это красота. Ложку слегка размешиваем, чтобы они чуть-чуть утонули. Приправки сейчас прибавим. А сюда тоже зира, да, идет? Зира слегка. Еще есть специальный набор, микс из всяких трав. А из остроты? То, что тогда вот готовили, бросали этих острые красные чили перчи. Чили мы сейчас не планируем, потому что у нас и женщины, и, может быть, и дети. Поэтому, как сказать... Не будем острить, да? Острить не будем. Правильно. Мне тоже сегодня врач сказал острое, постарайся не есть. Пока что совсем уж острое. Собаку желательно не надо. Нельзя, иди туда, Герда. Куба, травы различные, всякие пряные приправы. Бросаем ложку обидеть. Еще чуть-чуть, пол-ложки. Уже запах пошел другой. Благодать. Пошла благодать. Здорово, дорогой. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас, тем временем, 20 марта. Смотрите, как град. Град идет, сильный град. Вон, по крышам сейчас. Смотрите, мы под градом готовим. Под градом, да, в экстремальных условиях. Струей пошел, от конка идет струей. Погодные условия ухудшились, дождик шел. Да. Будем бросать картошку. И сделаем побольше огня. Сварим, наконец. Картошка вся туда пойдет? Ну, посмотрим. Если влезет, да. Мы, так сказать, пристраховались и сделали больше картошки. Ну, сколько влезет, столько сейчас. Опустим. Ну, видимо, вся уйдет по ходу. Эх, хороша шурпица получается. Душевная. Вкус уже дает. Почему картошку мы в конце бросаем? Потому что он быстро готовится. Чтобы потом он совсем не разварился. Как картошка будет готов, считай, у нас шурпа готов. Короче, картошка как ориентир у нас, да? Да, как ориентир. Вся влезла. Закрываем. Ведем до кипения. В общем, ждем. И ждем. Так. Ну, я буду вот в этой комнатке. В тот раз я был в ней же. Пока чуть погрел. А, сейчас я включаю. Вот светильник. Так, у нас что за процесс? Вид сверху. Все коптится. Ну-ка, ну-ка. Откроет, нет? Нет. Нет. Ну. Опа. Вот так вот проходит процесс. Так. Шурпа тем временем готова. Сейчас я ее продегустирую. И это. Опа. Крати. Продолжение следует... 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 что ты с чем-то тут уже ничего добавляться не будет да то есть уже специи все все там есть вода ну то есть это как бы все но рассыпчатый да спросил спросил когда говорит примерно и смотрим что у нас с картошечкой о это вся масло вся в маслах кипит сквозь и про заодно а заодно чуть-чуть вот так потому что вот это дно который оказался к этому казану не чуть-чуть припозднеть ничего не беда надо ее вот так вот так сейчас запекается у нас картоха вся в масле как во фритюре закрываем огонь сам по себе спадает уже добавлять туда не будем добавлять даже порой ковырять не будем ковырять и нам не стоит потому что он будет мягкий мягкий а то мы ее то есть там пюре чтобы не превратить оставим так самым собой порой надо знаете как вот надо менять местами у нас мангал соответствует совсем затем так слегка не соответствует с этими решетками вот так корректируем чтобы там углишки не тут не утонули не попали ну отлично где-то пол минуты и берем этот этот да скорее да скорее они одинаково времени поспевали а с пловом еще примерный прогноз у нас еще есть маленькая еще чуть-чуть надо ему до поковернуть где вот не спивает надо раз-раз надо раз-раз переворачивать ну ты как впечатлен работой впечатлен творчеством хочу весь туда залезть если честно если честно прям ну очень классно ты смотри какой на прям как янтарный так быстро янтарный прямо что значит мастер да магомед пробуй давай давай сказал придется платить со всеми попробовать самым делом а сейчас как раз я вторую эту возьму давай давай да не не тяжело я же не совсем этот немощный уж шашлык я всегда захвачу мы ловец кстати мне кажется вот сейчас можно сказать да но в полу готовности ну сказать затем готов рановато ну и я имею ввиду про то что кто захочет увидеть магомеда у себя на своем на своей вечеринке так сказать да можете созваниваться я готовлю фазэнди да можете по телефону сказать можете попробовать даже порой выходные прийти заранее заказывать плов позади посетить его друзьями и отведывать ну как если скажете о мне по нраву или как-то мне поострее или по желанию да кому как бывают детские эти слащавые ну то есть с юзюми разные но я могу добавить от себя я попробовал я думаю вы мне верите я вам врать не буду это очень вкусно и да если захотите на свой день рождения на любой праздник просто даже на отдых да да конечно пригласить вот три блюда сразу три казана два мангала все и блюда разные да то есть как бы получается что пожелает да все так что пишите а там я вам уже дам все контакты всю связь либо ну телефон я не буду так оставлять уже будет такая потому что мало ли конечно поэтому пишите мне а я вам дам уже связи в любое место в любое время да как бы да по мере возможности ну само собой и заблаговременно то что мы сегодня отговаривали до спевает картоха золотится и мы не трогать не трогать потому что она сейчас хрупкая да да повредить поэтому пускай томится огонь мы с тех пор прибавили он теперь гасится по своему гашение пускай гасится как он загасится уже у нас будет готова еще чет в нее будет да да ничего просто мы зеленьем а я вот упустил соль было уже нет после после все по мерам ну то есть указан по вкусу номер по вкусу и солить и пробовать ну то есть зелень соль обмакая вот на соли кто вот на соус острый кто как любит картошка как внутри вареная сверху как корочка такая образуется но это мы все увидим уже чуть-чуть больше зависит и попробую большинство такие у нас появляется такая корочка так вот я решил продегустировать это уже свининка сейчас у нее попробуем на вкус сок течет сок текет сама вкуснота непередаваемо нет в общем все в восторге плов готов у нас рассыпчатый хороший плов с баранинкой плов там картошка тоже уже готова пока плов да а картошку на другую посуду так друзья но все таки хоть я и наелся но и сытым как говорится уже скажешь точный вкус вот сейчас я возьму так немножечко ложечку сейчас я продегустирую аромат на воздух аромат вообще супер классный плов прям крупинка крупиночки вот рассыпчатый рассыпчатый дым клуба кубами кубами прям сильный дым хорош хорош даже еще ложечку вот нут ни разу первый раз я ем плов с нутом первый раз хорош я возьму вот пожалуйста с нутом с баранинка и рамках кость отвалилась да кожа даже отвалился кость уберем так ничего подошло делать картошечки до посмотреть вот она красавица да хороший да конечно сейчас можешь ложкой протыкнуть какой-нибудь он мягенький он туда утонет ну может напополам сейчас горячие горячие ну мягенькая мякотью а сверху корочкой это я дегустирую я еще и утром блин продегустирую я же еще сниму продолжение хорошо сейчас сверху насыплю а соль солит все по своем вкусу посольнее кто-то так и тут сейчас был только масло и картошка картошка да уже солишь там метим свежими ну да ну макашь начну пропам до укроп сейчас я туда сыплю укроп лишнее слишком много я поставлю вот и шучу красота у нас получалось вот укроп очками насыпали красотень вот это красотень можно подавать на стол пар идет еще могу так разрез сделать вот видите вот это от того что он сверху корочка внутри надо сучная вареность хороший картош плов всем понравился картошка хорошие вкусные ну и как и как я говорю сейчас здрасте здрасте дорогие друзья вот отдыхаем у меня заложим шашлык маслы хорошо хорошо я говорю всем пока вот так полный подряд полный подряд вау а КОНЕЦ КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ура! Утро началось с плова Утро начинается не с кожи Чемпион мира по всем видам спорта Максим Он вообще край-край Вот! Руки чемпион России Ну ты плов отведал? Ну хороший плов Поэтому чемпионат России выиграл Если я не ел ягинка То все пиздец Я бы не победил Сержем плов Плов, утренний плов С бараниной Каша с утра это залог бодрости и духа С бараниной Утренний плов с баранинкой Я попробую Я попробую Где-то Бесил не было Здесь что-нибудь огорчать Зато не косячил Смотрю не дожарил Здесь можно включить передачи Утренние дегустации А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Я сильно нагрел Нагрел сильно Баранинку я вам Не помню дегустировал Или нет Всю ночь я выспался Баранинка А как называется мясо Баранины на ребре Как-то на К Каре Каре ягненка Вот я дегустирую Восхор Слышал вы Это Нельзя сочно все супер так мужчина что вы скажете я скажу про всю эту вот собственно говоря беседу и этот датский ад и угарным то чем-то все отлично все все отлично спасибо столичный спасибо столичный паук привет каре и я такой с картами стою и у меня четыре туза каре миниатюрки при этом да 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 типа миниатюрки быстро и у меня каре как так все напрасно а приезжать на хорошо приготовил так что если кто хочет сидеть на празднике пишите мне дам контакты все от и до делать любые блюда вам вообще не надо напрягаться сидите отдыхайте все сделают все принесут смотрите утром какая погодка благодатная еще можно чуть попозже отдохнувшись так опа побольше так развить шурпички ну что там подбираюсь нельзя таких поменьше горяченького нужно подальше от огня вот сейчас горяченького будет очень хорошо шурпа с говядиной сейчас закипит все будет супер блин но я вот такую вот сделаю в деревне у нас есть то есть но такое и было вырезали тяга чтобы было поддувала ножки чисто варить три ножки видите все на трех потому что так они по-любому найдут землю а4 она будет мотаться ну и здесь чисто как бы силовое кольцо и все подбираюсь под нее казана нафиг печку покупать вот мне идей на лето будет сделаю такую печку на хрониках добре ладно сейчас получше распалю погодка радует честно радует блин обожаю баню жалко что париться пока нельзя но зашел так вчера и топили хотя бы подышать ароматами баню очень люблю что не дождусь надеюсь что недельки через две но через месяц максимум все заживет до конца я смогу ну не здесь в любой другой бане но попариться изгнать из себя всю хворь как тут шурпа нормально огонь горит все хорошо все греется пока покатаю шары о ничего не видать шурпа как озорно закипела все отлично можно было раскладушку на прокат взять от пузо что аж уснул в доме в доме в доме наверное человек 40 может лечь кто-то любит спать в ванной и и и